На оккупированном Донбассе пришло время голодных бунтов. Пятый месяц без денег. У нас уже дети начали умереть в воду. Понимаете? Недавно макеевские пенсионеры перекрыли дорогу. А перед этим в Брянке пенсионерский митинг боевики разогнали выстрелами в воздух. Они требуют элементарного денег на еду и лекарства. Боевики, которые возомнили себя властью, заплатить не в состоянии. Сказочная Новороссия сталкивается с суровой реальностью. Все время оккупации Кабмин платил тем жителям Донбасса, кто переоформил пенсии на мирной земле. Бабушки и дедушки были вынуждены выезжать в ближайшие украинские города для переоформления соцвыплат. Из Макеевки по поводу, как правительство говорит, переоформляйте пенсию на место, то есть там, где украинский плат. Ну вот приехали. Даже сам Захарченко отправлял в Украину жителей Иловайска, оправдываясь за неумение содержать реальных жителей своей придуманной республики. Государство наше, Донецкая Новороссия, сможет заплачивать деньги сами, когда мы сами будем платить, только с того месяца, который я назвал, только с ноября, а с начала декабря. А я знаю, что многие люди выезжают. Выезжают в какие-то другие области. Да, а лучше нет. Можно выехать, допустим, где вот в Волновах. Боевики организовали специальные автобусы для комфортного перемещения пенсионеров на большую землю. Кто куда поехал? Кто в Харьков? Кто в Артемовск? Кто в Краматорск? Миграцию пожилых людей за выплатами уже окрестили пенсионными турами. На сегодняшний день есть такой туризм, называется пенсийный туризм. То есть люди просто выезжают, отримают пенсию за межами этого района, а потом повертаются. Предприимчивые туроператоры Донецка. Этой осенью предлагают горячие туры. Но не в Египет или Эмираты, а цивилизованный мир. В Украину за пенсиями. Мы решили позвонить и узнать условия экзотического путешествия. Мы решили позвонить и узнать условия экзотического путешествия. Для боевиков пенсии чуть ли не единственный способ завести живые деньги, подконтрольные боевикам города. У нас нет уже 5 месяцев пенсии. У нас не работает ни один банк, не работает ни один терминал. И пенсию нам не дают и зарплату не дают. ДНР задают попив буханку хлеба. Люди с 2 часов ночи стоят в очереди и запив буханку хлеба. И это те люди, которые восстановили Донбасс, восстанавливали Украину. Это все старые. Они не могут выехать здесь никуда. Они не могут выехать. Но теперь Донбасс официально остался без украинских денег. Пока территории Донецкой и Луганской областей будут контролироваться всякими самозванцами, центральный бюджет не будет туда отправлять деньги. Денег не будет, пока на Донбассе правят боевики. Заберутся геть с территорий Донецка и Луганска российские террористы. Мы невидкладно повернем контроль над территориями и выплатим персонально каждой человеку ту социальную пильгу, на которую она имеет право. С 10 числа вступают в силу новые правила для переоформления пенсии. Пенсии и другие соцвыплаты будут получать только те жители Востока, которые выехали с захваченных боевиками городов и сел и получили справку переселенца. Если в месячный термин они не получают такую доведку, не зарегистрироваться, они не будут получать эти социальные выплаты. Пенсии и другие соцвыплаты будут получать только те жители Востока, которые выехали с захваченных боевиками городов и сел и получили справку переселенца. Если в месячный термин они не получают такую доведку, не зарегистрироваться, они не будут получать эти социальные выплаты. Чтобы избежать волны пенсионных бунтов, боевики сделали ответный шаг и разрешили жителям оккупированных территорий не оплатить за коммуналку. А вот и нет. Говоря, что платить не надо, боевики загоняют местное население в долги. Страшенно сперечиваю всеми людьми, которые залишились там. Мы сегодняшний день, не отримывая единого социального внеска с этих территорий, начинаем платить на эти территории, ставляя под риск финансовую систему тут, на Украине. За электричество и газ, которым также бесплатно пользуются сепаратисты, заплатят пенсионеры Донбасса. А заплатят из пенсий, которые им не платят, но начисляют. То та сумма коштів, яка накопичена в уряді для виплат социальных пільхи субсидій, будет уменьшена на вартость электроэнергии и газу, яку мы сейчас поставим на территории Донецкой и Луганской областей, що тимчасово не контролюється центральною владою. Жить за счет стариков боевики не стесняются. Відуманное государство в реальности не способно существовать без Украины. Їм платити, ми нічого не собираємося. Вони создали всі свої структуры, значить, я хочу видеть, як вони пенсіонерам і соціальні допомоги на погребення. Кошки закрити, банки закрити, бандали розбити. Іюль, іюль, август, сентябрь, октябрь. Це 4 місяця. А як жили в це время без дінек? Да як, то що дать. І роботи немає, і пенсіонери не получають нічого. У мене родители не получають більше почти 4 місяця. Якщо вони почнуть пенсію получати, то... СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА НА ОКУПИРОВАНЫХ ТЕРИТОРИЯХ УНИКАЛЬНАЯ і зависят сугубо от настроения местного царька с автоматом. СОЦИАЛЬНОЙ ПОЛИТИКА НИЧЕГО НЕТ. В ЧЕМ МЫ РЕШИЛИ ПЕРЕОФОРМИТЬ ПЕНСЮЮ? Там это невозможно? Ну, в чём там проблема? Там банки не работают. Там можно. Будем ездить, когда мне викиваться. Мы же поражали там, будем умирать. Инвалиды и многодетные семьи остаются без копейки денег. Только потому, что не понравились так называемым ополченцам. Там мы привезли помощь в Перевальск, многодетной семье, потому что казицинские люди отказывались помогать им. Вы на группе стоите? Да, на третьей группе. Мужчина на этом видео – житель Луганской области. Инвалид с тремя детьми на руках. Когда раздавали гуманитарку, ему не досталось ничего. Мне сказала она, говорит, у нас что здесь склад, вы этим не занимаемся. А супруга подходила потом после меня. Она говорит, вы меня детьми не возьмёте. Между тем, на оккупированной земле, как ни странно, можно купить всё. От стирального порошка до заморских устриц. Правда, этот пир для боевиков, которые гуляют на награбленные у местных деньги. И новых денег пока не будет. Все заводы стоят. Ну как не все заводы, во всяком случае, я не могу никуда устроиться. Теперь единственная надежда боевиков – Россия. Недаром так называемая ЛНР после выборов под дулами тут же попросилась в состав России. Экономика будет работать. У нас есть, что предложить, в частности, Российской Федерации. У нас есть нормальные, выгодные контракты для всех, кто желает с нами сотрудничать. В первую очередь для Российской Федерации. Но Россия и с Крымом справиться не может. Кроме того, Кремль бомбят санкциями. Рубль падает. Страна на пороге очередной холодной войны с Западом. У России сейчас проблем хватает. Разрушенный Донбасс ей не нужен и подавно. Об этом никто не говорит. Я хочу обратить на это внимание. Поэтому помогать она будет разве что танками. Кто бы чего не говорил, но это, на мой взгляд, очевидная вещь. Но с танка суп не сваришь. Я вот на дело уже сто лет носу, еще буду сто лет ходить. А есть и хочется сынок. И голодные жители оккупированных земель вынуждены выезжать в мирную Украину, чтобы просто не умереть с голоду. Большинство людей просто будет выходить из этой территории за любые использующие возможности. Или через российский кордон, или через наши кордоны. Я думаю, будет еще большой потек беженцев. Боевики превратили Донбасс в зону отчуждения, непригодную для нормальной жизни. Потому что там просто это будет зона оккупации, зона пустели. И находиться там практически будет физически даже невозможно. Донбасс в зону отчуждения.